Колыбелью отечественной авиации называют первую военную летную школу многие ее выпускники. Сегодня пошло второе столетие Качинского училища. Кажется, только вчера все они отметили столетие родного заведения. Но вот уже целый год позади. И опять все, кто смог в сборе. Казалось бы, не юбилей, не круглая дата. 101 год. Но традиция есть традиция. Именно поэтому осенью 2011 года вновь зазвучала перекличка поколений. Выпускники 41-го, 44-го, 48-го, 60-е, 90-е. Кача – это целый мир. Это и молодость, и напряженный труд инструктора-летчика. Я больше 8 лет летчиком-инструктором был. Кача вызывает очень разную большую гамму чувств. Потому что это то, с чего начиналась авиация России. Это один из мощнейших видов вооруженных сил. И во всем цивилизованном мире, сейчас особенно, на нем базируются и оборонные наступательные стратегии государства. Это все равно, что обращение к родной матери. Потому что именно в Каче мы стали теми, кем мы стали. Это наша юность. Мы только и умели, что летать больше ничему. Нас не учила Родина. Все остальное мы уже постигали сами. Госпожа удача, небо, самолет. Дорогая Кача, вам 101-й год. Нам ночами сенится Волжская земля. И стальные птицы в небесах парят. И стальные птицы в небесах парят. Волги теплый выдох, небо синий вдох. Сколько в небе видели мытающих следов. Голубые выси, что душой постиг. Там 17 тысяч сыновей твоих. Там 17 тысяч сыновей твоих. Вы в этом мире будьте тем хотите, Чтоб свой талант украсить мастерством. А я военный, летчик-истребитель. Я просто Кача, сын навечно твой. А я военный, летчик-истребитель. Я просто Кача, сын навечно твой. История Качинского училища уникальна уже потому, что оно действительно самое первое военное летное училище в мире. С него начинался российский воздушный флот. И все это благодаря тому, что в ноябре 1910 года по высочайшему соизволению Николая II великий князь Александр Михайлович Романов основал Севастопольскую офицерскую школу авиации. Он был воодушевлен авиацией и устремился к тому, чтобы авиация в России получила свое воплощение в жизнь как род войск и организовал первую в истории нашей страны училищик. Первый выпуск 24-х летчиков состоялся уже через год. По случаю этого события их принял и напутствовал сам Николай II. Летом в 1911 году был приобретен участок земли под аэродром в 20 километрах севернее Севастополя, недалеко от речки Кача, куда вскоре и переехала офицерская школа авиации, зарождая свою богатейшую историю. Все выпускники нашего училища знали многое, потому что в этой школе, в этом училище с самого начала ее образования летчики себя проставили еще в Гражданской первой мировой войне. От Сеулу покорение штопора, а Нестеров – первый воздушный таран. Первый русский вообще летчик, который получил свое образование во Франции, Ефимов, он был инструктором в Качинском училище, когда он только организовался. После этого он воевал в Первой мировой войне на стороне Красной армии. После окончания Гражданской войны постигла ее такая судьба, что в Одессе, в Рангельце его схватили, хотели увезти, ну и, короче говоря, расстреляли. Как погиб в России русский летчик, который был вообще очень знаменит в то время. Стоит заметить, что в годы Гражданской войны Севастопольская военная авиационная школа смогла выдержать все потрясения и уцелела, несмотря на то, что власть в Крыму в это время успела поменяться пять раз. Все десять военных авиационных училищ летчиков имя получали по месту базирования. И только одно Качинское училище это имя получило под давлением первых героев Советского Союза, заслуженных летчиков-испытателей. Они, выступая со всех трибун, говорили «Кача, Кача, Кача». И когда журналисты спрашивали у них, нет такого Качинского училища, они отвечали, что мы получили крылья в долине над речкой Кача. Поэтому и училище, в котором мы стали на крыло, должно называться Качинским. Идя навстречу тем героям, которые жили в 30-е годы, правительство Советского Союза пришло к выводу и приняло решение о том, чтобы присвоить первой военной авиационной школе летчиков Советского Союза имя Качинское. И это было сделано в мае 1938 года. Как известно, в июне 1941-го началась эвакуация Качинской школы за Волгу. Для фронта было подготовлено более 2000 летчиков. 289 удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них есть дважды герои, а легендарный Покрышкин стал трижды героем. После войны училищу было предложено перебазироваться в Сталинград, и обучение будущих летчиков продолжилось на святой обогренной кровью земле. Быть принадлежным к истории Первой мере военной авиационной школы это и ответственно, и почетно, и очень обязывает ко многому. Поэтому, встречаясь в годы учебы с Александром Ивановичем Покрышкиным, первым трижды Героем Советского Союза, с Иваном Никитичем Кожедубом, с Елисеевым, с героями, которые стали во время Великой Отечественной войны, у нас 12 дважды героев, 12 маршалов авиации, не может просто не захватывать чувство восторга и чувство гордости за принадлежность к этому славному орлиному племени. Наибольшее количество маршалов и генералов авиации. Это непростые вещи. Вот в мое время, когда я еще только заканчивал, это были совершенно четкие статистические данные. Чтобы подготовить только из курсанта, летчика, лейтенанта, закладывались средства столько же, сколько на одного офицера общевойскового. Этих людей нужно вырастить, воспитать, подготовить. И что еще немаловажно, авиационные генералы летали вплоть до командующих воздушных армией. Это не просто сложно, это умение руководить людьми на земле, с земли и с воздухом. Сегодня вы присутствуете на 101-й годовщине создания нашего училища. К любому из участников нашего торжественного собрания или конференции Качинской, которую мы проводили сегодня, можно подходить. И это любой личность, причем личность с большой буквы, и по служебному росту, и по профессиональному мастерству, как военного летчика-истребителя, ну и как человека. Когда еще я был командиром эскадрильи, в 64-м наше училище переходило на связь звуковые самолеты, МиГ-21, в числе первых. Так вот, курсанты тех времен, они выпускались самостоятельно, имея всего лишь два полета на учебно-тренировочном самолете с инструктором, и сразу вылетали самостоятельно. Это эти полеты для таких курсантов, для этих курсантов, они были, ну, такими, можно сказать, знаменитыми, потому что такой полет может совершить только тот человек, который совершает первый героический подвиг в своей жизни. Это было необычно, это было слишком напряженно. Сто лет назад звучало, словно небыль, как взяв с собой винт и пару крыл, Поднялся человек, поднялся в небо, Свой страх и притяжение покорив. Страна Россия верно цель назначив, Всем миром крылья строить начала. На Куликовом поле, там на Каче, Гнездо орлов военных создала. И в небо поднялись Россия войны, И соколами встали на крыло, И защитили честь ее достойно. Когда сражений время подошло, И скачи стен военной летной первой, Что в небо всю Россию подняла, Георгиевских сотня кавалеров Вершила в небе славные дела. Сумели германцам достойно ответить, В бою доказали свое мастерство Кокорин, Фомагин, Ефимов, Терентьев, Стржишевский, Смирнов, Вишняков, Боровой. Ну а потом пришла война другая, Страшней которой не было и нет, И отступали мы перед врагами, И шли вперед дорогою побед. И с нами были доблесть и удача, Москва, Смоленск и Курская дуга, Твои сыны, прославленная кача, С небес на землю сбросили врага. Они наше небо, Врагу не отдали, Они победили. В жестоких боях Покрышкин, Сафонов, Смушкевич и Сталин, Ефремов судец, Амедхан Микоян История всех выпускников качи В чем-нибудь обязательно схожа. Ведь все обычно начинается с детской мечты, Однако к каждому будущему летчику Суждены свои испытания. Полковник Кочаровский, например, Выпускник качи в период Великой Отечественной войны, Вспоминает училище Периода с 42 по 44 годы. Вот я сейчас опять вроде вернулся туда, Если не в качу, то во всяком случае В то время, когда я служил и летал. А пролетал я 31 год. Я еще мальчишка, интересовался Литературой авиационной. Кача всегда фигурирует. На моих глазах наша русская, Ну, уже советская авиация Спасла челюсткинцев. Потом, значит, полеты через полюс, Там громов по столицам Европы, Потом вон через полюс рекорд уставил. И мне захотелось стать летчиком. Хотя я считал себя Недостаточно, так сказать, Отвечающим всем требованиям, Потому что в моих глазах Это были действительно небожители, Какие-то совершенно необыкновенные люди. Думаю, нет, я, наверное, не смогу. В 40-м году Илья Борисович Качаровский Окончил школу. Ждал призыва в армию в следующем году. Успел поступить в институт. А тут война. И в 41-м году был приказ Сталинин. Мы шли по призыву, а не по мобилизации. И нам сказали, Если имеешь среднее образование, Значит, пойдете в училище. Ну, дали выбрать училище. Я тогда решил. Вот пойду, а там видно будет. Сегодня Качаровский утверждает, Как мало времени, всего два года, Было дано тогда на обучение. По статистике, из 300 совсем еще молодых летчиков В живых оставалось трое. Воевать учились в своем первом боевом вылете. Вот до моего выпуска На Яке выпускались с налетом 7 часов. Правда, отправляли в запасной акционный полк. Там им что-то по боевому применению давали. Но другого, наверное, выхода не было. Уболь летчиков была огромная. Надо было пополнять. Но, тем не менее, в общем, Они свое дело сделали. Я помню, как Ю-88 Нагло над нашим аэродромом На высоте 3000 метров Пролетал это под Сталинградом Развивались события. И ничего вообще не могли делать. На Харикейну были в основном. Это самолет, который этот Юнкерс не догонял. Ну и четыре яка, На котором почти никто не стал там выпить. А начальником училища был Один из первых дважды героев Советского Союза Генерал-лейтенант Денисов. И вот на глазах у Денисова летает Враг. У него столько самолетов. Но летчики-то не боевые. Он поднял Харикейна, Харикейна не догнал. Но он понял, что нужен яков. Двух яков поднял. Я даже помню фамилию. Летчик-старший лейтенант Киселев. И ведомый у него Сержант. Догнали они его. Слева, а я справа. Также они вот клещ его взяли. Стрелок. Поэтому сержант открыл огонь. А Киселев решил поближе подойти. Чтобы наверняка поразить. А стрелок перекинул пулемет на сержанта. Ну он не будучи боевым летчиком Он вышел из атаки. А Киселев уже подошел на минимальный децент. Он перекинул пулемет на Киселева И сбил его. Киселев погиб. Ну потом все-таки Последний яг оставался. Старший лейтенант Гудков. Полетел на нем. На наших глазах он уже открыл огонь. Но далеко. У него не было еще навыка Даже определить расстояние. И они скрылись. А потом через часа, через полтора-два Гудков позвонил. Он таранил его. Это оказался один из лучших разведчиков Рейха. На подобных рассказах о Великой Отечественной Росло потом следующее поколение летчиков. Выпускник Качинского училища 1971 года Владимир Ильич Тарубаров Задумался о полетах в 10-м классе. Когда к ним в школу приехал с беседой Человек в форме военного летчика-истребителя. Я посмотрел на этого человека и сказал Владимир Ильич, ты обязательно должен стать летчиком. Тем более, что я родился на святой, на священной земле Курской области. Поэтому мне сам Бог велел стать военным. У меня папа прошел всю войну от Бреста до Москвы, потом от Москвы до Калининграда участвовал в японской войне. Потом принимал участие в войсках НКВД, ликвидируя народившееся бандформирование. Поэтому мне сам Бог велел быть старшему сыну, о котором он мечтал на фронте и которого хотел назвать именно Владимиром, если будет жив. Я пошел путь военного летчика-истребителя. По окончании училища Владимир Тарубарова было оставлено в нем на должности летчика-инструктора. За 11 лет службы в Качинском училище около тысяч курсантов прошли через его руки. Первый самостоятельный полет по кругу, первый самостоятельный полет в зону, на сложный пилотаж парой, на групповую слетанность, на фотострельбы. Я инструктором налетал более 2000 часов. Полеты с курсантами при 10-бальной областности, она иногда бывает, знаете, верхний край, как и нижний край, иногда бывают ровные, как стол. И вот когда спускаешься на самолете над облаками, над этими, на скорости 1000 км в час летишь и облака рядом с тобой, неимоверные впечатления от скорости перемещения вокруг этого, это непередаваемое ощущение гордости, восторга от этого полета. Но еще больше восторг у курсантов у всех вызывал, это когда вот над этой облачностью переворачиваешься и летишь еще вниз головой. Это просто восторг, феерия, чувств и такое огромное выделение адреналина, ради которого можно отдать все. И летчики, и курсанты ради этого отдавали все и готовы были летать в любое время дня и суток. Поэтому полет это феерия, чувств и восторга. Я всех своих курсантов знаю, со всеми курсантами поддерживаю связь, и вот они воспитаны точно так же, как и я, в духе величайшей преданности и ответственности к этому почетному имени Качинское высшее военное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков. Вот уже который год собираются качинцы вместе, вспоминают своих друзей, молодость, гордятся теми, кто прославил их школу в прошлые годы и кому еще предстоит не раз заявить о себе в настоящем, отправляясь, например, в космические дали. В отряде космонавтов до сих пор еще есть качества, причем ребята и молодые, и те, которые уже заслуженные. Но, значит, среди молодых космонавтов, которые присутствуют в этом зале, Сергей Рыжиков, Сережа, покажись, вот один из достойных, наступит тот момент, когда мы будем сидеть вот в этом или в подобном зале и будем ему привет передавать на орбиту. Удивительная и непредсказуемая история. Дело в том, что ни одна традиционная встреча сегодня не проходит без обсуждения наболевшего вопроса, без воспоминания о том, как осенью 98-го в ходе реформы военного образования в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации было расформировано Качинское высшее военно-авиационное училище летчиков имени Мясникова и не значилось с тех самых пор среди нынешних военных вузов гордое имя Качи. В 1998 году незаконно обидели имя первой мере военно-авиационной школы летчиков, которая была создана в 1910 году на Куликовом поле, близ Севастополя. Я когда поступать собирался, я ходил вокруг аэродрома, орал патриотические песни, один абсолютно, то есть был больной, вклеивал в альбом вырезки из газет и в один прекрасный момент, когда тебе говорят, что ты не нужен, ты просто понимаешь, сколько государство на тебя затратило денег, каждый день ты летал, каждый день тебя кормили, одевали и просто непонимание всего этого, оно, конечно, вбивает кол такой жирный в переоценку ценностей. Как человеку, всю жизнь посвятившему этому роду войск, человека, который является потомственным военным как минимум в десяти поколениях в моем роду, и мне очень обидно, что два моих старших сына из трех, которые были офицерами военно-воздушных сил, были вынуждены уволиться в молодом возрасте, в молодом возрасте еще майором неподполковым. Это прерывает не только династии, это прерывает очень большую вещь, которая называется воспитание людей в необходимости защиты государства как такового. Развалить было легко, создать это все сложно, но мы этим занимаемся, то есть у нас пока руки не опустились, в 2006 году был создан фонд Каченцев. Вот, и основная задача была восстановить Качу. Микоян у нас председатель правления фонда, а все остальные, значит, мы как бы помогаем ему восстанавливать доблестное название Качинского училища. Все вы составляющие вот этой славы Качинской школы, поэтому большое вам огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы так сплочены. Я понимаю, что безусловно существует Орд-комитет, существует костяк, который всех собирает, который организовывает, и им-то само собой великий поклон, вот, но и тем не менее, то, что вы откликаетесь, это очень радует. Мы сумели найти единомышленников среди настоящих авиаторов, которые и бывших Качинцев, которые служат сейчас в войсках и на больших должностях находятся, вышли в правительство, вышли на Министерство обороны таким образом, что Качинское училище вновь, и его историческая звездочка вспыхнула на небосводе, авиационном нашем вновь. И имя Качинского училища, приказы министра обороны было присвоено вновь, значит, совместно Краснодарское и Качинское имени героев Сверова и имени героев Покрышкина. Качинское училище должно перейти в следующий какой-то этап развития. Единственное, что сейчас получается, что училища все объединили под названием Качинский, и мы к этому стремимся. В том, что гордое имя Качинского училища еще обязательно услышат мальчишки следующих поколений, сегодня уже никто не сомневается. Слишком велико желание ветеранов возродить его прежнюю силу, и поэтому чуть больше оптимизма ощущается на встрече Кача-101. И мы посвятили эту жизнь нашей стране, нашему государству, как бы и ни называли. Царская Россия, Советский Союз, нынешняя Россия – это наша страна, это наш народ. Мы отсюда, мы летчики. Качинцы, орлы, гнездо и традиции, они были, есть, и я думаю, что если потребуется возрождение того духа Качинского, о котором все говорят на сегодняшний день, он будет присутствовать в выпускниках Качинского филиала ВУНСВВС, который будет базироваться и базируется на сегодняшний день в городе Краснодаре. Мы будем с ними встречаться, с курсантами, и этот дух будем передавать и насаждать. В жизни нам хватало битв и побед. Там, где мы летали, там вопросов нет. Важные задачи, сложные дела, всем им на шаг.